В прошлом году по всей России и в Нефтекамске в частности, согласно федеральной программе, была начата диспансеризация определенных групп взрослого населения. Эти медосмотры проводятся с целью раннего выявления заболеваний, которые являются основной причиной смертности трудоспособного населения. Такие же задачи перед медиками были поставлены на очередной выездной диспансеризации, которая на этот раз проводилась в Нефтекамском филиале БГУ. За один день все преподаватели-сотрудники учебного заведения имели возможность пройти первичный медосмотр. Это очень удобно, считаем мы, потому что без отрыва, как говорится, от производства, с утра мы сдаем анализы, затем врачи после обеда уже предоставят нам результаты анализов, и мы приглашены на лекцию, которая называется «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». Большое спасибо организаторам, республиканскому руководству и нашей первой поликлинике. На первом этапе все сотрудники заполняют анкеты, благодаря которым выясняется, страдают ли они каким-либо хроническими заболеваниями или есть ли какие-то проблемы со здоровьем. После чего каждый пациент получает от представителя выездной регистратуры направление на сдачу анализов, на проверку внутриглазного давления и глазного дна, а также снятие кардиограммы. Объем обследования зависит от возраста и пола. Например, все женщины старше 39 лет в обязательном порядке проходят маммографию с помощью современного метода обследования. После всего перечисленного терапевт дает заключение и измеряет артериальное давление. Осмотрели уже где-то 30 человек из состава преподавателей. После анализов при необходимости назначаем дополнительное обследование. УЗИ обследования, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ сердца и дополнительные общекилинические анализы. Это уже по результатам первичных анализов. После диспансеризации с высоким давлением среди сотрудников сегодня выявлено не было. Во второй половине дня терапия знакомит пациентов с результатами анализов. Таким образом, с помощью передвижной медицинской станции теперь каждый сотрудник учебного заведения без отрыва от работы, без долгого ожидания в очередях может сдать анализы и узнать о состоянии своего здоровья. По завершении диспансеризации сотрудники получат паспорта здоровья с данными анализов и с рекомендацией по здоровому образу жизни. Я хочу обратиться к руководителям предприятий и учреждений нашего города. Если вы заинтересованы в сохранении здоровья ваших сотрудников, то вы можете воспользоваться такой возможностью провести обследование у себя на рабочих местах. И с этой целью вы можете позвонить и сделать заявку по ниже указанным телефонам. Татьяна Кокорина, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».